мех здесь рад говорить для вас вновь напоминаю что 30 апреля уже в это воскресенье состоится турнир формате один на один у вас еще есть шанс успеть вступить и попробовать забрать скромный призовой фонд только два призовых места ну а мы продолжаем смотреть повторы которые вы заказываете вот такой вот неожиданный реплей у нас сегодня внеплановый так сказать разберем ошибки темного эльдара которую он допустил или наоборот посмотрим на уникальную и классную игру давайте хамстер геймер и джайзик джайзик кстати это очень неплохой польский если я не ошибаюсь игрок он он очень хороший ребята он 3 на 3 играет достаточно часто и достаточно хорошо и так темный эльдар против имперской гвардии на боевых болотах и у все-таки гварда должна победить но давайте посмотрим как будет играть здесь сейчас темный эльдар 2 мандра и через пехоту нет тебе бойков гелионов будут вары архон возможно быстрый течь в общем в общем глянем гвардейцу просто закрыть входы сюда бросить бункер сюда построить турель точку мины и иди во что хочешь дарк убьется об тебя никогда дарк тебя не пробьет но мы глянем глянем и изучим мандры капточек передавая справа фланга три точки рядочек да наверное это единственная точка которая стоит далеко именно ее берет дарк лаборатория гомункула вары значит будут два героя на т1 как вариант что делает гвардос барак гвардос знаете у него четыре точки единственный входик здесь ну знаете ну гвардос должен растоптать этого эльдара вары капят точку неплохо неплохо здесь взяли вары берут точку здесь побежали сразу же на релик неплохой кап кстати точку взял дальнюю побежал дальше отлично отлично и больше ничего не производится потому что все ресурсы тютелька в тютельку уходят на застройку постов что ж встреча встреча быть может невидимость быть может дать невидимость пробегаешь ты дальше но что ты сможешь сделать этими мандрагорами ничего наверное да но ты бежишь и бежишь ты с одной целью потянуть время заставить дарка задержаться на базе чтобы этот кс не пошел гадить сюда не пошел искать твоего рабочего ладно что ж что ж гамбит ты разыграл и пачку мандрей ты отдал но ты потянул время ты потянул время один два три четыре пять точек у тебя что ты будешь делать дальше гомункул то есть пачка варов с гомункулом и ищущие души патроны нет интересно интересно ну пока пока знаешь кап точек у тебя в порядке пока я не могу сказать что там все плохо какой-то простой тупость ну ладно отдал ты пачку мандрей ладно хорошо лимит освободил на вторую пачку варов знаешь вместо постройки канцлагер грейт точки вот тут наверно зря отдаешь наверно зря отдаешь но убой патроны пошли еще пачка варов пошла бить они будут больно где-нибудь только стоять вот в лайт кавере например вот здесь вот лайт кавер здесь не идти в прямое противостояние ну хоть сохранил 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 будешься хотел построить реликт но да здесь тебя перехватили ну давай помогаем мораль же сбита у него сам испугался сам так наколдовал псайкер что сам испугался своего колдовства колдун могучий гомункул кваром хотя наверное гомункула лучше пока было отсоединять ну знаете чтоб он там кого-то вязал лишний ствол что-то такое отступает джазик отступает что левый крит он забирает уже забрал застроил здесь захвачена он идет т2 но естественно он идет те 2 господи естественно что ты сделаешь дарк гвардия на т.е. что ты сделаешь на этой карте да ничего ты не сделаешь естественно он идет те 2 ехимерки тяжики орта ну здесь ты как-то как-то это ну зря отдал все лайт кавер стоп стоп стоп-стоп стоп да да у тебя же чо вторая пачка подошла конечно патроны дошли. Классно обилку бросил. Кса забираешь. Неплохо, кстати. Неплохо, неплохо. Использовать эти каверы. Использовать рейды. Неплохо. Хорошо продамаживаешь. Ну, здесь больно. Плазма больно. Надо отойти, наверное, вот сюда встать, чтобы барак до тебя не достреливал. Ну, хотя бы попытаться пристреляться. Вдруг он до тебя не дострелит. Ну, хорошо. Ладно, напугал. Что с Т2? А Т2 нету. Т2 нету. Точку отменил. Отменил точку. Архон. Архон. Карту ровно пополам взяли. Но гвардеец взял побольше. Он взял крит. И гвардеец идет в Т2. Промедление смерти подобно для темного Эльдара. Потому что гвардеец Т2, Т3. И с каждым тиром. Постоянно эту фразу повторяю. С каждым тиром шансы темного Эльдара будут падать. Берешь точку в наглую. Гомункул берет. Гомункул отсоедини к этой добавь. Что с Т2? Архон. Архон, быть может, ты решишься начать пробивать гвардейца. Неожиданная атака, конечно, может все карты сбить. Оружейка. Будешь сделать закачку. Ну, конечно. Конечно. Три пачки гвардейцев со специализацией. Артиллерия. А, естественно, у темного Эльдара не будет никакой техники. А если она и будет, гвардейец ее перестреляет своей плазмой. Естественно. Показывает, что Т2. Вот как определить, что гвардейец Т2 по молнии Псайкера. Легкие недомикривания, кстати. Легкие недомикривания здесь. Здесь гвардейца уже побольше. Он уже посильнее. Он уже на Т2 с расстрелом. Для этого и нужно было отсоединять гомункула и отправлять его в рукопашную. Архон в рукопашную вяжет одну пачку. Гомункул вяжет другую. Вентилятор накинут. А вары постреливают. Ослепление, кстати, хорошо наброшено. Хорошо. Но гомункула надо отсоединять. Гомункул отсоединить, чтобы он в миле вязал вот эту пачку. Неплохо. Неплохо. Неплохо вары дамажат. Неплохо. Архон вяжет. Гвардейцу здесь надо только отступать. Ты проигрываешь. Икса сливаешь. Неплохо. Неплохо Дарк победил. Неплохо здесь победил Темный Эльдар. Слейф Чамбер. Зачем надо было здесь? Наверное, ты хотел запофинговать захотел, конечно. Отлично. Отлично. Но гвардеец спрятался в своих бункерах подземных. Ну что, Архон танкует. Расстрел. Точка упадет. Преста забирай. Преста забрать. Забрать Преста. Ну, отступать. Нет? Преста. Преста. Скинь Преста с себя. Скинь Преста. Еще пачка варов. Третья. Третья пачка варов. Неплохо. Неплохо, кстати. Неплохо. И ты в Т1 причем. Учитывая то, что ты в Т1. Что ты делаешь? Гвардос, у тебя куча рез. Ты, наверное, чай пошел попить? Или что? Я не пойму. Грейды. Специализация. Ну, еще пачку гвардейцев сделай. Здесь гвардейцы. Здесь гвардейцы. Сразу же выходят, выходят. Гвардосы. Четыре пачек. Пять пачек. Господи. Неплохо казарма. Отстреливается. Отстреливается. Точку. Декапиш. Вот тебе и хрупкие вары. Обратите внимание. Какие вары оказываются крепкие ребята. Просто стоят под бункером имперской гвардии и разваливают. На самом деле для Темного Эльдара это вполне привычное явление, когда они убивают космического десантника. Размазывают его, бегая под точками и под турельками. Архон надо контролировать. Архон умирает. Турель, наверное. Напрасно турелька. Архон контролирует. И просто, знаешь, пришел и размазал. Взял, наверное, на неожиданность. Потому что гвардеец... Ну, как сказать. Он не успел сделать это страшное дело. Хотя у него ресурсы-то были. У него резы-то были, ребята. У него резы были. Делай ты этих свои 4-5 пачек гвардейцев со специализацией. ЛП-3 лучше бы ты сделал гвардейцев. Новый барак, пачка. То есть... Вот она. Суть игры за Темного Эльдара. Вот эта неожиданная, дерзкая, дерзейшая нападение на имперскую гвардию. Просто дерзейшее нападение. Пришел и забил его. Неожиданно причем. Джазек просто не ожидал такой прыти. Просто не ожидал. А ты шикарно работаешь. И даже под микриваешь, выводишь. С микро все в порядке, кстати. Но вот Архона надо спасать. Архон уже не воин. Архон уже не танк. Его надо убирать отсюда. Убирать Архон отсюда. 30 хпшечек. ДК. И ты застраиваешь. Умничка. Ты застроил. Развал генов. Нет, это шикарная игра. Это шикарная игра. Проблемы гвардейца я определил. Он не успел. Он не сделал свою армию. Он не смог ей распорядиться. Кстати, у него же ведь есть все грейды, грубо говоря. Ты смел этого гвардейца. Уничтожил его. Идешь в Т2. Пушка. Яд. Отлично. Отлично. Темный Эльдар. Браво. 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 Вот уж. А я вначале стал рассказывать, как гвардеец этого дарка растопчет и разобьет. А тут нет. Ни разу. Ни разу. Ничего подобного. Но. Игра еще не закончена. Игра еще не окончена. Точка. Прист. Это излюбленная тактика гвардейцев. Отправлять приста куда-то в тыл, чтобы он начал ломать точки, гены и так далее. Дарк-то особо не отличается крепкими строениями. Быстро они падают. А присты их ломают у любого шикарного. Смотрите, что делает этот прист. Вы посмотрите, что творит этот прист. Как он разбивает. Распиливает это дерево под самый корешок. Спиливает. Ох ты. Ушки грейды идут. Точки захватываешь. Вот это надо тебе убирать. Не успеешь. Вот это надо тебе убирать эту диверсию. Отправить кого-нибудь. Отправь пачку. Пачку отправь на базу. Тем более ты знаешь, что он здесь. Отправь. Это пойдет дальше. Это пойдет дальше. Нужно тебе предпринимать решение. Точка. Успеет она его убить? Не знаю. Пробегает дальше. Смотрите, как по тылам. А нет, не по тылам. Нет, нет, нет. Ген. Еще решил наломиться. Архона. Теряешь главного. Здесь тяжик работает. Тяжик потерян. Еще хочешь барак сломать? Архон. Архон. Не до микро. Вот это безрассудное действие. Архона слил зря. Три пачки варов. Застроил. Шикарно. А здесь прист. Здесь прист, ребята. Новый Архон с коржи. Арена. Арена. Шикарная. Игра шикарная. Я скажу, классная игра. Вцепился клещами и не отпускаешь. Просто вцепился жестко. Здесь на линии фронта нельзя строить здания. Потому что они могут быть сломаны. И это будет в дальней потери. Смотрите, какой урон. Как продамаживают эти вары. Посмотрите. Ты в Т2 сделай-ка броню. Наваров. Сделай броню. Еще и паффинг набросил, чтобы не уехала. Не. В порядке. Хемстер геймер. В порядке. И причем я скажу, что Джезик далеко не дурак. Далеко. Просто сейчас у него что-то идет. Какой-то дисбаланс. То есть сейчас смотрите, что он делает. Ага, два приста. То есть здесь главку не пробить уже точно. Штабик здесь все сядут сюда. Он решает пойти по левому флангу. Кстати, отличное решение. Отличное. Артиллерия. У тебя на нее рейсов не хватит. Тяж новый. Новый тяж. Два приста на точку. Дарк стоишь. Ну что? Дарк это раса рейдов. Дикие рейды. Нападение с одной стороны, с другой. Что ты здесь стоишь? Вернись и напади с левого фланга. Эту точку забери. Дальше попробуй пройди. А оставь этого Гвардоса на нуле. На нулек точку. Оставь. У тебя есть скоржи. Все, ты здесь отбился. С скоржами не пропрыгаешь сюда. Здесь встанешь. А вары должны вернуться на левый фланг. И забрать реликт. И забрать эту точку. Дарки это раса рейдеров. Быстрые рейдеры. Неплохо, неплохо. Ну, Гвардейцы немножко начинают уже отбиваться. Тяжек. Две химерки. Дальнебойный тяж. О, больнючий тяж. С левого, с левого фланга. Ну, или пробеги здесь на худой конец. Пробеги. Тяж забери. Еще разок. Скоржи ведьмы. Что? Еще химера. Да не ожидал, Джазик, такой прыти. Не ожидал. Три пачки варов могут натворить делов. Уроны анти-тех. Хорошо. Да иди убивай их. Ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты. Забыл, забыл пачку варов? Забыл. Сколько у главного сиборита здоровья не успел посмотреть. Все. Здесь ведьмы. Здесь коржи. Здесь архон. Методично. Даже еще и пафинг делаешь. Шикарно. Методично. Тихонечко разбираешь. Еще один штаб. И игра будет здесь заканчиваться. Здесь декаб, здесь декаб. Все обложил. Гвардос будет на одной точке, а скоро будет на нуле точек. Единственное, за счет чего он живет? За счет стреляющих зданий. Единственное, за счет чего он живет. Артиллерия, кстати, есть у него. Да. Еще ведьмы, еще скоржи. Хорошо, с экономикой в порядке. Все хорошо, я надеюсь, ты сделал важные грейды. Самые важные грейды в жизни каждого мужчины. В жизни каждого дарка. Самое важное решение. Отлично, отлично. Вторая арта. Ну, это так уже. Конвульсии на одной точке сидишь. Это уже конвульсии у тебя, дружище. Это уже конвульсии. Арта. Все, все. На одной, ноль точек у Гвардоса. А, нет, одна, одна. Одну час будет ноль. И за счет арты еще живешь, за счет главка, и за счет тяжа. Точку перенаправлять надо. Шикарная игра. Я не знаю, где ошибки. Только вопросы к микро в некоторых моментах. Слитый архон. А так? Ты пошел и убил? Какие могут быть вопросы? Как говорится, победителей не судят. Проигравших не вспоминают. Поэтому я могу лишь тебе сказать, что это шикарная игра, дружище. Шикарная игра. С микро у тебя было все в порядке. Джазик далеко не слабачок. Поэтому все в порядке. Финальный налом. Падает артиллерия. С левого фланга. Единственное, что я сказал, что не надо долго было стоять наверху. Надо было сразу оббежать и ударить с левого фланга. Единственное, что я скажу. Это единственный вопрос. И все. А так, шикарная сыгранная игра. Не побоялся, не испугался. Пошел пробивать и пробил. Не испугался, как десантник в предыдущей игре сегодня. В предыдущем повторе. Который имел большую армию, а хаосит армию не имел. И десантник боялся идти убивать этого хаосита. А здесь ты не испугался. Ты пришел и убил. Вот и все. Цербер. У Цербер, возможно, будет больно. Еще с коржи. Забрал много. Потерял много. Гвардейцы здесь забирают. Точечки обратно себе. Главка стреляет. Но дарков это вообще не останавливает. Вообще никоим образом не останавливает это все. Темного Эльдара это не останавливает. Голые. Абсолютно голые. Женщины бегают, впитывают в себя огонь. Их поливают огнем. Здесь жгут их. Стреляют пулеметами, плазмой. А им хоть быкны. Они как бегали, так и бегают. Голые. Абсолютно голые. Вообще фиолетово. Вот так темные Эльдары, ребята. Вот так дарки. Вот так дарки. Молодцы. Вот так вот, братцы. Где мои ведьмочки? Вот они, мои ведьмочки. Вот они, красавицы мои. Победа. Победа. На одной незахваченной точке сидит этот гвардейец. И он сидит, он продолжает играть. Да что ж такое-то, а? Что ж такое-то? Правильно. Во имя императора. Во имя императора направит мой удар. Ну чё, дарка. Теперь вопрос. Строй концлагеря и начинай добывать души. Тэч, сей, диф, Т3. Теперь ты волен делать всё, что угодно. Перестань убиваться от этого гвардейца. Забери реликт. Забери и застрой. Забери оба крита. И начни выходить в Т4. Построить дайс оф дестракшн на Т4 танки. Твари. И сожри эту главку. Вот, вот и всё. Вот и всё, что тебе нужно сделать, минки. Миночки. Церберок. Полил бы кислотой. Сожрал бы дважды два бы. Шикарно, шикарно. Шикарная игра. Всё, конечно, скоржи, скоржи. Всё, падает, главка падает, ломается. Это сломано. Всё, сейчас Цербер упадёт. Всё, всё работает. Очень классно, очень классно. Ну что я могу сказать? Ещё раз. Победители не судят, проигравших не вспоминают. Шикарная игра. Шикарная игра. Ты не побоялся. Как, кстати, получилось. Посмотрите, как классно. В первой игре Космодесант побоялся и проиграл. А здесь Тёмный Эльдар не побоялся и победил. Не побоялся и победил, ребята. Что по статистике? Так, милитари. Ну, Джазик надолбил, конечно, дарков. Но суть-то в другом. Сломано здание 15. Всё. Напишите комменты. Оставляйте ваши лайки. Оставайтесь со мной.